Здравствуйте! Это телеканал БТБ. В эфире «Национальный интерес». Меня зовут Николай Матвеев. Сегодня в программе мы будем говорить о гармонизации законодательства Украины и Европейского Союза. Беседовать будем об этом с нашим гостем. В студии эксперт по вопросам экономики, председатель ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте! Понимаем, что процесс евроинтеграции в Украине продолжается уже какое-то время. И на сегодняшний день все события в стране, которые на этот процесс могут влиять, насколько они влияют. Эффективен ли процесс? Как далеко мы от того, чтобы законодательство Украины и Европейского Союза пришло в некую гармонию, для того, чтобы мы могли плодотворно сотрудничать по тем вопросам, которые, в первую очередь, все-таки интересуют Украину? Наверное, правильно сразу сказать, что теперь мы находимся в некотором режиме ожидания. Потому что со стороны Украины мы сделали необходимые шаги, мы ратифицировали соответствующее соглашение. И теперь, фактически, каждый день ждем решений парламента в 27 стран, день за днем, как они ратифицируют это соглашение. Вчера Польша нас обрадовала в ожидании нескольких стран, которые в ближайшее время ратифицируют соглашение. Этот процесс самого соглашения, который подписан, затянется на 10 лет. Это указано самим документом. Нам очень важно, что каждый шаг, который определен соглашением, может требовать, а иногда в случае даже нас радовать, дополнительными соглашениями, протоколами, решениями. Это решение, протоколы, соглашения дополнительные с каждой отдельной страной, членом Евросоюза или в рамках конфликса? Дело в том, что в разных случаях может решаться по-разному. Если есть центрально регулирующий орган в Евросоюзе или общие директивы или принятые конвенции, то это будет действовать в режиме присоединения Украины к какой-то конвенции. Если же этот процесс урегулирован законодательством национальных объединений, стран и так далее, то тогда мы должны будем к ним присоединяться или принимать внутреннее законодательство, которое должно не нарушать или быть максимально приближенным к европейским нормам. По каждому отдельному вопросу может быть разная ситуация. Даже само соглашение это довольно объемный документ и многие ловятся на том, что дискутируя о нем, даже не листали весь документ. Это объемное творение, почти 500 статей, 486, 43 приложения, 282 страницы самого документа. Этот документ существенный в своем объеме и каждая статья может влиять на целую отрасль отношений. И совершенно по-другому, даже по-философски мы должны относиться к тем вопросам, которые там прописаны. Из тех вопросов, которые действительно там освещаются, которые закреплены, какие-то конкретные вещи можно называть, которые повлияют на изменения в Украине? Абсолютно, да. Некоторые вещи даже заставляют нас подумать о том, что мы делали ранее неправильно. Некоторые вещи не то, что перечеркивает наши предыдущие надбоняи, как нам подобаются казаты. Это заставляет нас сравнить и объединить. Например, это сближение технического регулирования производства продукции. У нас достаточно много своих стандартов, которые частично идут с советского времени, частично существуют уже в украинское время. Но при этом не все они соответствуют тому, что на сегодняшний день существует в Европе. Кроме того, существует отдельное регулирование этих вопросов в различных европейских странах. И в случае сближения в некоторых ситуациях даже европейские страны будут дискутировать с нами и делать более лояльные отношения к нашим продуктам. Или же нам придется упрощать свои стандарты в сторону Европы. Здесь нельзя сказать, что все стандарты нам нужно изменить. Некоторые стандарты действительно европейские страны могут изменить в угоду украинскому сотрудничеству. Мы так понимаем, что это будут отдельные договоренности с каждой страной членом Европейского Союза. То есть, например, украинское молоко может продаваться в одной стране, в другой стране может не соответствовать тем стандартам, которые там зафиксированы и действуют. Это именно так может и произойти. Это как раз процесс, вот это десятилетнее время существующего соглашения позволяет нам поэтапно входить на рынки различных стран в зависимости от тех особенностей, которые существуют в них. Вы сказали, что мы находимся в неком состоянии ожидания, пока все страны-участницы Европейского Союза, страны-участники, ратифицируют соглашение Украины с Европейским Союзом. Вот в это время Украина просто должна сидеть и ожидать? Ни в коем разе. Если мы будем просто ждать, тогда мы Европе не нужны. Никогда Европейский Союз, вообще мировое сообщество не любит страну, компанию, которая просто ждет какой-то преференции. Во-первых, перед нами уже открыты рынки с точки зрения отсутствия ввозных пошлин. Если мы готовы ввести украинские продукты и не соответствуют европейским нормам, пожалуйста, визите. Во-вторых, уже исходя из соглашения, которое есть, мы на сегодняшний день должны понимать, что мы не сможем и не готовы организационно-технически стать страной транзита для товаров из России и Азии в сторону Европы. То есть соглашение уже на сегодня зафиксировало, что товары, которые имеют определенную процедуру определения их происхождения, не смогут транзитом пересекать украинскую территорию, чтобы попадать в Европу. То есть мы уже в этом контексте, когда какое-то время компании перевозили производенную продукцию где-то далее, перепаковывали и везли дальше. Этого происходить не будет. То есть преференции к таким товарам не будет. Следующий момент. У нас необходимо подумать о дальнейших шагах, связанных с защитой авторского права. То есть у нас все как бы нормально прописано. Все юридически. Мы ратифицировали все соглашения. Соглашение с Евросоюзом на сегодняшний день еще раз подчеркивает, что в своих действиях предприниматели должны руководствоваться Парижской конвенцией, Бернской конвенцией по отношению защиты интеллектуальной собственности. Но у нас нет достаточной качественной судебной практики. То есть для того, чтобы нам сидеть и ждать, мы должны учиться использовать те технологии, которые существуют в Европе. То есть быть более открытыми к использованию постоянных технологий. Но речь идет именно о глобальной системе реформ или же просто, скажем так, косметического ремонта в определенных сферах? Потому что понимаю, что у нас в нашей судебной системе есть достаточно много там прорех вопросов к тому, как это функционирует на самом деле во всех сферах, а не только, например, в защите интеллектуальной собственности. Но дело в том, что если говорить об авторском праве, то у нас недостаточно распространены прецедентные подходы. То есть было мало достаточно правильных решений в отношении авторского права. И с авторским правом у нас ситуация вообще выглядит парадоксальным. Мы законодательно урегулировали все возможные нормы, но в практике используем не все, тем более не все эти дела попадают в суды. В Европе же обратная ситуация. Некоторые страны очень долго присоединялись к вопросам защиты интеллектуальной собственности, но зато судебная практика была распространена максимально. То есть практически по каждому, даже пустяковому вопросу, компании обращаются в суд, дабы снять даже с себя претензии на возможности какой-то ситуации. У нас были несколько, например, судов по так называемым понятиям добрый ведомий торговой марки, торговой марки. Это определено Парижской конвенцией процедура определения таких марок. Но наши суды принимали решение, ну, несколько случайно, назовем это так, в силу того, что не было опыта чтения соответствующих документов. А опыт иностранный в этом случае не рассматривается? Вот теперь как раз у нас есть юридические предпосылки его абсолютно рассматривать, сравнивать. Во-вторых, наши судьи должны обратиться за этим опытом. То есть получая дело, которое соответствует вопросам, связанным с интеллектуальной собственностью, там, в отрасли добрый ведомий торговой марки, судья должен не постесняться взять паузу и проанализировать те прецеденты, которые были с этими торговыми марками за рубежом. Во-первых, это снимет с него вопросы профессиональной некомпетенции, если он не разобрался с вопросом. А во-вторых, снимет те предпосылки, когда, признав какую-то торговую марку в одной стране, она не признается добрый ведомый в другой стране. Для работы нашей ассоциации франчайзинга это довольно существенный вопрос, потому что достаточно много компаний претендует на понятие термина «добрый ведомый торговой марки», особенно при перемещении между границами стран. А выход на Европейский союз для украинских компаний, в силу даже вопросов понижения пошлины или их отсутствия, на сегодняшний день, играет таким карт-бланшем. А почему бы не попробовать? А возможен ли вариант, что при принятии на вооружение этой системы и подходу к европейскому решению вопроса, опять-таки, в плане защиты интеллектуальной собственности, что в Украине от этого пострадают определенные лица, предприниматели? Чем не позволит заниматься подобный подход в Украине в плане нелегальной деятельности? Ну, во-первых, сразу есть в самом соглашении список географических территорий, географических понятий, под наименованием которых нельзя производить продукцию. И коньяк, и другое-другое. Я думаю, что уже специалисты, которые занимаются конкретными отраслями, это особенно связано с алкогольной промышленностью, уже прочитали и поняли, что что-то нужно меняться. Это не есть неожиданность для рынка. Но об этом знали. Об этом знали, заранее, но работало, пока можно было. Конечно. Не то, что можно, оно уже давно нельзя было. Но на это не столь обращали внимание. На сегодняшний момент это вынесено фактически в законодательное регулирование и определен список, который абсолютно нельзя использовать. А судебные решения, практика других стран, определение понятия, снова же таки, добрый ведомий торговой марки позволят этот список эволюционно расширять по мере необходимости. И в такой ситуации и украинские предприниматели могут претендовать на использование этих подходов по отношению к брендам, торговым маркам, которые возникли на основании географических наименований в Украине. А вот инертность этих изменений. Прекрасно понимаем, что те компании, которые хотели сотрудничать с Европейским Союзом, которые непосредственно производили какую-то продукцию, они торговали с Евросоюзом без ассоциации, без евроинтеграционного курса Украины в Евросоюз, без гармонизации законодательства, опять-таки, без прецедентности судебных решений в Украине. Почему часть украинского производственного сектора затягивала столь долго с переходом все-таки к подходу европейскому? Просто не рассчитывали на европейский рынок? Дело в том, что часть компаний это делала просто спустя рукава и не обращала на этот рынок особого внимания в силу того, что большая часть потребителей у них находилась с другой стороны границы Украины. Ситуация, которая произошла в этом году, для многих компаний ускорила процесс выбора, куда двигаться. Кроме того, компании, которые поставляли продукцию в европейские страны, они уже изначально понимали, что на каком-то этапе для них это может стать основным рынком и внутри себя изменялись, уточнялись, концентрировались на европейских рынках. Опять-таки, эволюционно, да? Эволюционно, эволюционно. Толчок, который дает соглашение на сегодняшний день, заставляет уже и государственным органам содействовать этому процессу. Хотя в то же время вносить некоторые бюрократические процедуры, которые могут быть неожиданными для компаний. Мы должны поговорить о вопросах администрирования юридических лиц. С одной стороны, лояльность и свобода открытия представительств, филиалов, обособленных подразделений, украинских компаний в странах Евросоюза и компаний с Евросоюза в Украине. Но с другой стороны, давайте вспомним термин «евробюрократ». Он намного бюрократнее, чем наши бюрократы. Поэтому те справки, подходы и так далее, которые существуют в нашей стране, они становятся более технологичными. И в некоторых случаях сроки рассмотрения каких-либо документов может увеличиваться по сравнению к тому, что мы привыкли в Украине. Но это по отношению украинцев, желающих, например, открыть представительство в Европейском Союзе. А если посмотреть с другой стороны? Это же следующий шаг. Со временем украинская практика, например, регистрации предприятий, тоже будет усложняться в том формате, который существует в Европе. То есть она, по сути, будет усложняться и для европейских представителей, которые захотят показаться в Украине, и для украинцев, которые будут регистрироваться внутри страны? Абсолютно. Но для европейца это будет подход привычнее. Он понимает, что подав документы на регистрацию компании, в зависимости от страны, у него есть 15, 10 дней или 30, а то и 45 дней на рассмотрение документов. Наши же предприниматели и собственники компании привыкли уже на следующий день видеть название своей компании в Едином государственном реестре. Кроме того, различные выписки, соглашения, информация из реестра в Европе подается фактически автоматически и открыто. Мы же должны подать какое-то заявление, чтобы его получить, но в то же время европеец должен обосновать, зачем ему эта выписка. В нашем же случае мы привыкли вольготно получать документ на всякий случай, чтобы было. Хотя, с другой стороны, мы получаем довольно интересный механизм, открывая представительство филиалов в Европе, вот особенно для, опять повторюсь, переводя на планку франчайзинговых отношений, компания тем самым упрощает свою процедуру взаимоотношения со своими партнерами, франчайзи, поставщиками в европейских странах. Потому что открывая филиалов или представительства, они будут с ними общаться на местном законодательном уровне, и не нужно будет межграничных платежей, каких-то специальных валютных расчетов. Есть территория, есть отношения между резидентом этой территории и резидентом этой же территории, но представительством или филиалом украинской компании. То есть те проблемы, которые возникали с оплатами роялти между странами, в какой-то мере будут снивелированы, но взамен мы получим некоторые сложности или чуть другую процедуру регистрации. Это вопрос привычки, наверное, скорее. Это абсолютно да, потому что мы, с одной стороны, вырастили какую-то когорту бюрократов, но, к сожалению, бюрократы украинские не технологичны, а коррупционны. А европейские бюрократы, они более технологичны. Вот вы подадите шесть справок, получите документ. Не подадите шесть справок, не получите. Нет возможности договориться, подать пять, а шестую донесу потом. Вот европейцы, они более жесткие, как бы чувствуются немецкие какие-то корни в отношении вот этих процедур регистрации и так далее. Они жесткие по отношению к технологии исполнения. Наши предприниматели никак не могут научиться стоять в электронной очереди, подавая документы. Для европейца электронная очередь уже давно стала, лет десять назад стала таким обычным практикой. Ну, главное, чтобы мы украинскую практику не привнесли в европейскую и там вдруг не осознали, что такое настоящая очередь или что такое отправить человека, который по звонку что-то принесет куда-то и донесет ту шестую справку, может быть, потом. Именно поэтому европейцы сначала с нами подписывают соглашение. Давайте посотрудничаем. И это ни в коем разе не есть решение о вхождении Украины в Евросоюз, когда наш голос является принимающим решение в голосовании Европы. Да, нас будут слушать, но решение принимать пока будут без нас. Кроме того, надо вспомнить в этом же наборе, это те процедуры, которые связаны с действием государственных органов. Опять вспоминая евробюрократов по отношению к предприятиям. То есть если украинский бюрократический механизм работает, мы найдем у тебя какое-то нарушение, то все-таки европейские налоговые органы, органы контроля выступают в роли такого помощника, иногда даже такого ментора, подсказывающего, что делать. Первое посещение налоговой во многих странах является знакомством. Тебе рассказывают, какие ты налоги должен уплачивать в соответствии с выбранной формой деятельности, видом деятельности, что планируешь осуществлять. У нас же мы идем все-таки уже, как правило, за первым штрафом, что что-то забыли сдать. Видимо, стоят другие задачи абсолютно. Это тоже нужно будет гармонизировать. А вот некие подвижки опять-таки в налоговом законодательстве украинском мы на сегодняшний день видим, или мы видим пока только, что изменяется, скажем так, вывеска над налоговой и название, скажем, этой службы, как некой, которая будет предоставлять все-таки услуги, а не приходить изначально за штрафами. Дело в том, что сотрудничество с Евросоюзом не предусматривает корректировки именно национального налогового законодательства. Оно выводит в режим возможности заключения двухсторонних соглашений по поводу избежания двойного налогообложения, если это необходимо. С другой стороны, оно заориентировано, все это сотрудничество, на обеспечение прозрачности. То есть, если компания работает в другой стране, то налоги она может уплачивать в своей стране на основании соответствующих соглашений. И в то же время все операции будут прозрачны, видны соответствующим органам. То есть, невозможно зарегистрировать филиал, ничего им не делать, а потом объявить, что там был получен доход. Соответственно, государственные органы в налоговой сфере, в таможенной сфере, в сегодняшней фискальной службе Украины, они сориентированы на то, что должны очень быстро и активно обмениваться информацией с соответствующими органами за рубежом. Но при этом, больше все-таки соглашение ориентировано на избежание различных технологических или законодательных барьеров в отношениях. То есть, гармонизация законодательства, отдельное соглашение по техническим барьерам в торговле. Мелочь этого соглашения, но все-таки существует несколько даже статей, связанных с формированием этикеток на товарах, которые перемещаются. То есть, страны могут требовать все, что связано с уменьшением информации и обеспечением релевантной информации к товару. Но остается требование по национальному языку. Опять-таки, для каждой конкретной страны. То есть, если вы идете с товаром в какую-то страну, то вам придется печатать на том языке, который в этой стране. Все-таки это защита прав потребителей. И, опять-таки, и этому посвящен отдельный раздел в соглашении. Защита прав потребителей. А говоря о гармонизации стандартов, технических стандартов производства, для того, чтобы этот процесс происходил в Украине, быстрее сегодня нужно на что-то обратить отдельное внимание? Тут больше заинтересованы компании, которые собираются продавать продукцию или уже продают продукцию в Европу. Они становятся инициатором. Да, я прошу прощения, уточню. Просто, когда мы говорим о тех компаниях, которые уже торгуют с Европейским Союзом, которые собираются, понимаем, что две разные категории. Те, которые уже продают, они уже соответствуют тем стандартам? Не всегда. Не всегда. Не всегда. Дело в том, что производство продукции в Украине идет по одним стандартам. В Европу же они попадают с учетом соответствия этих требований. Когда же мы говорим по нашему соглашению, то мы должны гармонизировать сами стандарты. То есть, когда стандарт был техническими условиями для конкретного предприятия, и он соответствовал требованиям Европейского Союза или конкретной страны, это была одна ситуация. А тут же мы говорим о гармонизации именно государственных стандартов производства. То есть, поднятие на более высокий уровень технических условий, которые каждое предприятие сделало себе в отдельности. Соответственно, те, кто уже торгует, они становятся мотором, таким инициатором этого процесса. Им действительно важно перейти от своих внутренних технических условий, которые они согласовали для своего производства, на уровень государственного стандарта. Тогда им будет чуть проще поставлять продукцию. И с другой стороны, они позволят и раскроют рынок тем компаниям, которые еще в этом процессе не участвовали, но производят продукцию аналогичную, похожую или идентичную тому, что производят другие. А вы говорите, чуть проще. Насколько это чуть проще и почему не совсем легко? Не совсем легко, потому что нужно быть готовым к сложностям европейского потребителя и сложности европейского подхода. Это 27 стран с различным национальным законодательством. Это 27, грубо говоря, языков общения с другими странами, с другими представителями. 27 рынков. 27 рынков. А рынки эти все-таки не регулируются, например, какими-то основными критериями, показателями, например, цена, качество. Вот этого недостаточно для того, чтобы на рынках европейских стран, пусть они и разные, но каким-то образом себя закрепить? Дело в том, что если мы начнем закапываться глубоко в каждое конкретное предприятие, то мы можем раскрыть особенности самого продукта. Грубо говоря, в Европе любят курицу размером 900 грамм, украинцам курица нормальная, это кио 600. И вот это 900 грамм, это в одной группе стран, а в другой группе стран это 950. И, соответственно, выходя на какой-то рынок, вопрос качества может быть несколько изменяться. Это становится продукт не то, что он некачественнее, просто с точки зрения потребителя на конкретном рынке к чему-то больше лежит душа и кошелек. В другом же случае компания не совсем активно может стать участником этого рынка, потому что нет потребителя на его товар. И есть разница в эти 50 граммов просто в каком-то продукте. Непривычная фасовка, непривычная упаковка. Понятно, что учитывать столь много критериев каждому товару сложно. Будем ли в перспективе видеть компании украинские, которые, например, могут максимально широко зайти на рынок Евросоюза, вот в большом понимании самого Евросоюза, а не просто какого-то точечного сотрудничества с определенными лишь странами? Конечно, да. Конечно, да. Есть национальные производители, которые к этому и организационно готовы, и товарно готовы, и которые как раз сегодня являются тем локомотивом согласования документации. Для того, чтобы работать над гармонизацией стандартов, нужно собрать экспертную группу, отправить с нашей стороны в страны, у которых существенное отклонение в подготовленных стандартах. Должны поехать специалисты, которые понимают технологический процесс производства, упаковки, транспортировки, хранения и так далее. И, соответственно, с противоположной стороны должна быть такая экспертная группа. В экспертную группу, как правило, входят представители регуляторного органа, полномоченные представители предприятий и какие-то участники рынка, в том числе торговцы. Соответственно, для того, чтобы инициировать такое собрание с украинской стороны и со стороны наших партнеров с Европы, нужно быть и финансово, и организационно подготовленным, и иметь уже налаженные контакты. Вот как раз в этом контексте новые производители, назовем их так, для Евросоюза, им сложно инициировать гармонизацию со стороны своего продукта. Потому что сразу включиться в процесс гармонизации, не имея партнеров по взаимоотношениям организационно-финансовым, по продвижению товара, довольно сложно. Но здесь же может помочь, например, Украинский государственный институт торгового представителя? По крайней мере, инициировать вот такой процесс. Все зависит от конкретного товара, от конкретного стандарта. И этот процесс, за счет этого он будет довольно долгим. Сказать, что за 10 лет мы максимально гармонизируем. Нет, по некоторым продуктам мы не гармонизируем и не будем доступны к рынкам. Как Украина будет закрыта для какого-то специфического товара из Европы или конкретной европейской страны, так и украинские товары могут не попасть на рынок конкретной европейской страны в силу несогласованности подходов. Но это, в общем-то, такая конкурентная борьба. И вот я таким логическим остыком хотел бы перейти к понятиям антимонопольного регулирования рынка. Вот конкуренция на рынках с точки зрения Европы это довольно лакмусовая бумажка, показания того, насколько рынок здоров. Но мы понимаем, что там есть вопросы конкуренции внутри каждой отдельной страны и конкуренции в рамках Евросоюза в целом. Именно так. И регулирование антимонопольного законодательства и антимонопольное законодательство с точки зрения Европы это более широкий пласт отношений, чем то, что есть у нас. Вот как раз в этом контексте задача украинского законодательства и депутата в том числе это подвинуться в сторону более широкого трактования подходов, которые существуют в Европе. И опять-таки этот рынок с точки зрения регулирования антимонопольной сферы тоже довольно специфичен, потому что мы будем выделять государственные монополии, они будут общаться по-своему. Мы будем природные монополии. Оговорка, наверное, корректная, потому что многие компании в Европе, которые являются природными монополиями, они вышли из государственных компаний. С другой стороны, есть компании и территории отрасли, которые, с одной стороны, подпадают под регулирование, но в силу специфики отношений, они существуют чуть в другом поле, более свободном. Вот как раз договора коммерческой концессии и франчайзинга, они очень красиво относятся к защите компаний с точки зрения антимонопольных преследований. Потому что это компании, которые сошлись в единое целое, но на абсолютно независимых подходах. И антимонопольное регулирование в Европе прописало специфические соглашения и специфические подходы к договорам коммерческой концессии и позволяет этим компаниям более активно взаимодноситься между собой. То есть, если две независимых компании между собой договорятся о единой цене, получить антимонопольное расследование. Если же в рамках франчайзинговой сети установлена согласованная цена и стороны выдерживаете принятые решения совместные, то не будет антимонопольного преследования. Посмотрите, как хорошо, что есть некая база, на которой можно продолжать гармонизацию. Понимаем, что есть чему, с одной стороны, поучиться, есть над чем подумать и даже сделать выводы. Многое нам предстоит исправить. И тем не менее, продолжаем процесс гармонизации. Благодарю вас за то, что сегодня были в гостях у ВТБ. В национальном интересе. Сегодня мы беседовали о гармонизации законодательства украинского и европейского в связи с Ассоциацией Украины с Европейским Союзом. Беседовали с нашим гостем. В студии был эксперт по вопросам экономики, председатель Ассоциации франчайзинга Андрей Кривонос. Меня же зовут Николай Матвеев. Мы увидимся с вами на ВТБ. Будьте с нами.